Россия столкнулась с дефицитом пшеницы для производства хлеба. Новость об этом появилась накануне и вызвала недоумение. Как подобная проблема могла возникнуть у крупнейшего производителя зерна в мире, обсудим с нашим обозревателем Татьяной Ремезой. Татьяна, ну вот с чем с чем, а с зерном у нас, по-моему, всегда все было в порядке. Почему вдруг заговорили о том, что скоро якобы будет не из чего печь хлеб? Эрнест, заговорили о том, что зерна-то много, а вот качественной пшеницы для производства хлеба якобы не хватает. Все самое вкусненькое мы якобы отправляем на экспорт, а на себе экономим. И все, что на наших полках, продукт из фуражного зерна. Фальсификат. В 2016-м Россия собрала рекордный урожай зерна. Почти 120 миллионов тонн. Из них больше половины это как раз пшеница. Свыше 70 миллионов тонн зерна страна потребила сама. 33 миллиона тонн отправила на экспорт. Это максимальный показатель за весь постсоветский период. Россия впервые крупнейший мировой экспортер. В производстве хлеба используется продовольственная пшеница третьего и четвертого классов. Более 70% собранного урожая. Ну а на фураж то, чем кормят животных, приходится меньше трети. Если посмотреть экспорт за рубеж, мы в основном продаем пшеницу четвертого класса, а третий класс как раз больше потребляем сами. Что в итоге едим в хлебе, мы спросили главу Минсельхоза Александра Ткачева. Для экспортеров, прежде всего, ценится больше всего четвертый класс зерна. Потому что здесь сочетание удачное и качество, и цены, и так далее. А третий класс зерна, то есть самых высоких качеств, идет на продовольственные цели. Третий лучше, чем четвертый? Да, третий лучше, чем четвертый. То есть идет по... Это более высокая категория. И у нас третьего класса порядка 16 миллионов тонн. То есть мы полностью обеспечены на весь год зерном третьего класса, высокого класса пшеницы. Это белый хлеб, это любые, можно, булки и сладкие, и хлебобулочные изделия, и кондитерские изделия. Сейчас очень много используется различных хлебопекарных и смесей, улучшителей в хлебе. Это, в общем-то, ГОСТ, весь мир ими работает. Для того, чтобы хлеб был более душистый, более, так сказать, воздушный, корочка и так далее. Подавляющее большинство наших заводов, российских заводов, они делают качественный хлеб. Только 3% хлебобулочных изделий не соответствуют, в общем-то, стандартам, качеству. Так что хороший хлеб будет и не только. Благодаря контрсанкциям Россия впервые так близка к тому, чтобы полностью кормить себя самой. После зерна самый мощный рывок, это, конечно, мясо. Мы увеличили в 3 раза производство свинины, в 2,5 раза производство птицы. Теперь мы сосредоточились на других вещах. Мы даже за 5 лет полностью обеспечиваемся на 100% молочными изделиями. Овощи, плоды, это 3-5 лет. И мы полностью, на 100% обеспечим собственную страну. Спасибо, Татьяна, и спасибо министру сельского хозяйства, что успокоили. Это была наша обозреватель Татьяна Ремезова.